Ультразвуковое исследование во время беременности для многих ассоциируется в первую и основную очередь с определением пола ребенка. Но дело с УЗИ обстоит намного серьезнее. Эта процедура позволяет с известной точностью сказать, каково живется будущему новорожденному, а главное, все ли в порядке с его здоровьем. Уже три года в славянской женской консультации существует межрайонный кабинет при натальной диагностике. В чем особенность его работы узнавали наши корреспонденты. Так звучит жизнь, активно развивающаяся в женском теле на протяжении 9 месяцев. Сегодня, благодаря современным технологиям, знакомство матери с ее ребенком происходит задолго до его рождения. Но что еще важнее, будущая мама уже с первых недель беременности может четко понимать, здорово ли ее дитя, комфортно ли себя чувствует. Ультразвуковое исследование для посетительниц женской консультации славянского района не новость. Такое обследование проводится здесь порядка 10 лет, но три года назад кабинет УЗИ приобрел статус межрайонного кабинета при натальной диагностике для жительниц славянского и темрюкского районов. В нем работает два специально обученных врача УЗИ. Эти изменения произошли в рамках реализации национального проекта здоровья, объявленного президентом. Основная его цель – забота о здоровье нации. В рамках этого проекта в январе 2012 года в межрай-кабинет был приобретен аппарат УЗИ экспертного класса и его стоимость порядка 9 миллионов рублей. Он позволяет достичь такой точности диагностики, о которой раньше можно было только мечтать. Он принципиально отличается. В крае очень мало таких аппаратов. В Краснодаре всего один конкретно вакушерско-гинекологической службе. Это аппарат экспертного класса с большими диагностическими возможностями. Качество разрешения этого аппарата и специальные программы позволяют до миллиметра определить биометрические данные ребенка, что в свою очередь позволяет диагностировать различные хромосомные заболевания плода, начиная уже с 11 недели беременности. Врачи подчеркивают, что жительницы Славянского района должны понимать важность этих исследований, особенно в ранние сроки беременности. А потому становиться на учет в женскую консультацию будущая мамочка должна до 12 недель беременности. Ведь первый скрининг, так называется комплексное исследование, которое дает наиболее точную информацию о хромосомных патологиях плода, проводится только с 11 по 13 недели. Из-за поздней постановки на учет в женской консультации обследование в кабинете при натальной диагностике прошло только 80% состоящих на учете беременных. Скрининг, который охватывает первый очень много беременных, все, кто к нам приходят, все, кто к нам приходят вовремя, они попадают на этот скрининг, и вероятные процентные возможности того, что мы выявим, очень большие. То есть, если ребенок нездоров, если есть у плода грубые нарушения, мы это видим 100%. Кроме ультразвукового исследования, с недавнего времени скрининг включает в себя еще и исследование крови матери. Забор материала и его первичная обработка производится в женской консультации, а потом направляется на исследование в край. Это дорогостоящая процедура, и то, что благодаря государственной заботе ее можно пройти бесплатно, большой плюс для будущих мам. Только за январь, благодаря скринингу в Славянском районе, были выявлены три случая различных хромосомных патологий плода. Исследования, проводимые в рамках пренатального скрининга, безопасны, не оказывают негативного влияния на течение беременности и развитие плода, поэтому могут использоваться для исследования всех беременных. По данным Славянской женской консультации, на 1 января 2014 года на учете по беременности в районе состоит порядка 700 женщин. Эта цифра остается примерно одинаковой на протяжении трех лет, и для каждой из будущих мам инноваций кабинета пренатальной диагностики смогли помочь ответить на главные вопросы – здоров ли плод, если нет, как может повлиять обнаруженная болезнь на качество жизни будущего ребенка, возможно ли эффективное лечение болезней после рождения малыша. Эти ответы позволяют семье осознанно и своевременно решить вопрос о дальнейшем ходе беременности, а в целом решают главную задачу – растить здоровую нацию. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».